Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Сегодня я буду выполнять запрос, который оставили вы мне в ВКонтакте. Кстати, если у вас есть какое-то предложение к тему видео, обязательно оставляйте в комментариях или можете написать мне хоть личным сообщением ВКонтакте. Так вот, меня спросили, по каким принципам я живу, как я вообще отношусь к жизни, к окружающим. Я решила, это было бы интересно порассуждать, услышать не только моё сегодня мнение, но и ваше, потому что я уверена, что будут возражения, будут дополнения, и это прекрасно, так и должно быть. Мировоззрение или взгляд на жизнь периодически меняется, поэтому это вполне нормально, когда ваше отношение к одному и тому же человеку или к какому-то событию, или опять же к тебе, может меняться. Итак, мой первый принцип, по которому я живу, это ничего не происходит просто так. Или, как говорят в простонародье, всему воля Божья, но опять же, я бы здесь не стала приравнивать Господа Всевышнего или любого другого Бога, потому что это может не иметь какого-то духовного характера, а каждый человек сам определяет, что над ним властно. Это может быть Вселенная, там, расположение планеты, звёзд, это может быть природа со своим характером и стихиями, это может быть, опять же, религиозный подтекст, и есть мнение, что всё, что случается с человеком, зависит от самого человека. Это тоже в каком-то смысле правильно. Так вот, я всё-таки не осмелюсь назвать это Богом, я всё-таки склонна принимать мнение, что это природа, или природа в совокупности со Вселенной. В общем, почему-то мне кажется, что вся наша судьба и вся наша жизнь предопределена не на 100%, на 80%. 20% остаётся на выбор человека, и это вполне оправданно. То есть иногда кажется, блин, я там так ложенулась, почему это произошло со мной? Просто посмотрите на эту ситуацию с другого угла. Например, если вас уволили с работы, подумайте, сколько новых друзей и связей у вас появилось, чему вы научились на этой работе и так далее. То есть если бы не этот опыт, возможно, вы бы не нашли свою будущую работу. То же касается и личной жизни. Господи, как я могла с ним встречаться, он же там вообще последний урод, он же ведёт себя как чмошник. Почему он вообще случился в моей жизни, и почему я на него потратила свою молодость? Ну а теперь подумайте со стороны. Если бы не этот чмошник, вы бы, возможно, вели себя совсем по-другому с тем человеком, который вам предначертан судьбой. Возможно, он закалил в вас какую-то черту характера, открыл в вас какой-то талант, или вы просто для себя определили в жизни, что это абсолютно не ваш типаж. Тем не менее, вы сделали вывод, и это для вас работало на результат. У меня был пример такой, что после университета я просто долго очень не могла найти работу. Я не понимала, почему меня наберут на ту должность, которую я хочу, потому что я подхожу по всем параметрам. Единственное, конечно, не было опыта. Но, с другой стороны, это меня подтолкнуло начать что-то своё, начать мыслить. То есть не думать, что у меня будет начальник, а постараться быть самой соучредителем и так далее. И я сейчас вот прохожу мимо тех магазинов, которые меня не взяли, думаю, господи, хорошо, что я там не работаю. Хорошо, что я вовремя прошла те все собеседования, я знаю, как уже принимать людей к себе на работу и так далее. То же самое с личной жизнью. Мы с Серёгой не просто так познакомились. Нас познакомил один общий знакомый, который был знаком у моего бывшего. Начали списываться ВКонтакте, он говорил, что меня обидел с этим парнем, я ему говорила, что я с ним рассталась уже. В общем, он мне сказал там держаться, всё будет хорошо, сделал мне правильный настрой. И где-то через год или через полтора мы встретились в реале. Он был со своим другом, и этим другом был Серёга. Я не знаю, как так получилось, что одно расставание меня привело к человеку, с которым я уже встречаюсь в девятый год и вот живу гражданским браком. Следующий принцип — все ваши действия возвращаются. Я называю это эффектом бумеранга, называю это ещё иногда кармой и так далее. В общем, я верю, что если человек делает в жизни что-то плохое, ему обязательно это вернётся, а то и в тройне. Не обязательно в таком вот виде, то есть если человек ворует, не обязательно у него что-то украдут. Просто это будет выражаться немножко в другом. Например, если человек постоянно ворует, ну вот такой вот он человек, хочет везде видеть на живу, ему кажется, что кто-то зарабатывает легче и быстрее, чем он, кому-то дало что-то на шару, а он там пахает всю жизнь, у него ничего нет, и это его как бы толкает взять в чужое. Но на самом деле, сколько он не брал бы этого чужого, ему будет не хватать. Он не будет понимать, куда вот эта вот украденная сумма делась, потому что он её не заметил, или кто-то его развёл опять же. Если украл какой-нибудь предмет, он ему не принесёт удовольствие, а скорее наоборот, может быстрее сломается, быстрее испортится и так далее. А ещё страшнее, если человек делает регулярно что-то плохое, это может проецироваться не на него, а на его родственников или даже детей. Это самое ужасное, потому что, ну блин, все мы знаем, мы не выбираем родителей. Если человек себя ведёт неправильно по отношению к другим, ему от этого лучше не будет. Я не скажу вам, что это 100% работает, но это чисто моё мнение, чисто моё наблюдение, поэтому я верю, что с людьми случается только то, на что они заслуживают, или не они заслуживают. Это не всегда так, опять же, повторюсь, иногда с рождения бывают проблемы со здоровьем и так далее, здесь уже никто не виноват, но эффект бумеранга, как по мне, работает. Следующий принцип, со всего нужно брать урок и делать правильные выводы. Например, мне, когда я начала заниматься YouTube, часто очень писали в комментариях, ты неправильно делаешь ударение, неправильно поставленная речь, я вообще не понимаю, что ты говоришь, у тебя слишком темно, тебя не видно, видео не сфокусировано и так далее. В общем, я сначала обижалась, но потом я подумала, блин, так это же меня подстёгивает к действию, люди мне говорят и подталкивают к истине. Значит, мне нужно поработать над речью, мне нужно теперь знать, как правильно наставлять ударение, чтобы, блин, мне не было не стыдно перед вами, чтобы вам было приятно смотреть на эту картинку. Не нужно обижаться на замечания, а просто нужно правильно сделать выводы. Следующий мой принцип — это всегда наблюдайте за людьми и больше слушайте, чем говорите. Я знаю, это бывает иногда сложно слушать кого-то, легче вот свалить в свою гору проблем на кого-то, и как бы тебе будет легче, но надо уметь молчать правильно и вовремя. Это очень хорошее качество и в плане карьеры, и в плане личных отношений и так далее. Умейте наблюдать и замечать какие-то детали. Например, я люблю очень сериалы детективные. Так вот, я как любитель химии всё время обращаю внимание, какими там они реактивами узнают химию крови и так далее, какими методами детективными и в плане психологического давления было расследовано это убийство. То есть даже вот если смотрели фильм «Менталист» или «Теория лжи» или «Обмани меня», там очень чётко дают как бы инструкции, как правильно считывать эмоции людей, то есть куда направлен взгляд человека, уже можно понять, он врёт, или он смущается, или он думает и так далее. В общем, везде за всем наблюдайте. Со всей огромной тучи информации умейте брать крупинки к себе, добавляя в себе опыт, добавляя в себе знания, умение считывать людей, умение считывать эмоции. Попробуйте говорить минимум, но просто наблюдать за реакцией людей, как они что-то говорят, и вы просто для себя откроете целый мир этого человека, и вам будет понятно, что он им двигает, какой у него характер, какие у него цели в жизни, какие у него слабости, на что можно надавить, какие у него комплексы и так далее. Не обязательно это нужно обращать в какой-то негатив, то есть «Ага, я знаю, что ты там соврал» или ещё что-то. Нет. Просто, возможно, вам этот опыт пригодится, чтобы помочь тому человеку, с которым вы только что разговаривали. То есть вас уже будут ценить люди за ваше понимание, за ваш опыт, за ваш ум, и они будут чувствовать, что как будто вы корешаны всю жизнь. И следующий, последний принцип, потому что я тут уже много болтаю, это высказывайте своё мнение только тогда, когда вас об этом попросят. Я ещё та тараторка, кто меня знает лично, подтвердят то, что у меня иногда бывает такой хороший словесный понос. Я себя, честно говоря, пытаюсь как-то сдерживать, пытаюсь учить себя слушать, опять же, учить себя видеть, и не расклёстывать эту информацию, и просто не пригружать людей. И особенно между нами девочками, блин, мы все любим кого-то обсуждать. Да, блин, особенно женская часть населения, это просто их любимое дело. Но это неправильно. В такой же ситуации можете оказаться вы. У вас за спиной будут стоять те же подружки, с которыми вы вот сейчас сидите. Поэтому, если вас просят, как вы относитесь к этому человеку, или, например, как ты думаешь, мне там стоит с ним встречаться, или, например, как ты думаешь, как этот человек относится ко мне, вот тогда вы можете высказать свое мнение. Но обязательно обдумайте его. С последних сил молчите, не надо никого обсуждать. Это испортит отношения и с тем, с кем вы разговариваете в данный момент, и с тем, кого вы обсуждаете, поверьте. Это 100% работа. Для меня это ещё принцип, над которым я ещё работаю, потому что я ещё не научилась держать свои эмоции. Этот поток информации бесконечный, обсуждение, психология, какие-то заметки свои, никому это не нужно. Тебя не спрашивали. Всё. Молчать. В общем, всё. Извините, что вас сегодня так нормально пригрузило, но, как по мне, эта тема была очень интересной. Если у вас есть какие-то принципы, о которых я сегодня не сказала, или какие-то правила жизни, или какие-то примеры ситуации, обязательно пишите мне в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Спасибо вам огромное за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписаны. Кликайте на другие иконки, чтобы посмотреть ещё больше видео. А я вас всех целую. И пока!